Суншайн, суншайн реггейт Донт вори, донт вори Чеки динсэ Быстро рассказать о принципах реабилитации сердечно-сосудистой системы Вот Это какой-то получится блиц такой хитрый Сейчас я посмотрю Полчаса Я постараюсь Вы уж тогда не объясните в том смысле, что я буду в очень телеграфном стиле И буду продукты только называть без элементов, нюансов и так далее Потому что буду говорить в основном о физиологии сердечно-сосудистой системы В части нормы, а не в части патологии Хорошо? Итак, давайте Значит, сердечно Давайте пока, может, для ускорения на себе буду показывать Вот Итак, сердечно-сосудистая система Понятно, состоит из сердца, да, то есть и сосудов Сосуды бывают двух типов Сосуды артериальные и венозные, да То есть артериальный сосуд Это сосуд, по которому кровь оттекает от сердца Венозные это сосуды, по которым кровь притекает к сердцу У нас есть два круга кровообращения Все это знают, да? То есть большой круг кровообращения, который начинается левым желудочком, да, то есть и кровоснабжает весь наш организм Заканчивается большой круг в правом предсердии И в правом желудочке начинается малый круг Малый круг сердца, как бы, гоняет кровь венозную, да, то есть в легкое И потом возвращает в левое предсердие Так вот, получается, что Артерии, по артериям в большом круге двигается артериальная кровь По артериям в малом круге двигается венозная, понятно? Венозные и артериальные сосуды, это не то, какая кровь движется Надо понимать, что артериальный сосуд Это сосуд, который должен испытывать на себе мощные гидродинамические нагрузки во время сокращения сердца Понимаете? Кровь может быть и венозной, и артериальной Важно, чтобы этот сосуд выдерживал сокращение желудочков Понимаете? В чем смысл? Поэтому артериальный сосуд крупный Крупная стенка, да, то есть чем ближе к сердцу находится этот сосуд Тем он содержит большее количество так называемых эластических волокон Для чего? Для того, чтобы во время сокращения сердца Сосуд мог расширяться и таким образом компенсировать вот эту ударную волну, которая создает сердце И за счет того, что он компенсирует этот удар То есть артерия компенсирует этот удар, в частности аорта Самый крупный наш сосуд За счет этого у нас на плече, когда мы меряем давление, давление 120 мм Если аорта не может расширяться А это бывает очень часто у людей более старшего возраста Потому что она уже уплотнена, немножко рубцована там и так далее И кровь, ну как бы, движется более быстро по аорте Без дельфера, да, то тогда на плече мы регистрируем давление 145-155 мм тутного столба Я к чему это говорю сразу? Есть тут люди, которые имеют давление 150 на 85-90? Есть? Есть Вам говорят о том, что у вас гипертоническая болезнь И назначают таблетки для снижения давления И вы получаете давление 130 на 60 Прикольно? И очень плохо себя чувствуете На самом деле это не гипертоническая болезнь Это просто плотная аорта И все И снижать давление таблетки в данном случае это самоубийство Понимаете? Потому что получается, что давление основное А основное давление это вот как раз нижнее Которое вот непосредственно находится То есть создают сосуды Вот это давление Оно снижается ниже физиологических параметров И кровообращение усложняется Значительно Причем? Понимаете? И человек начинает себя плохо чувствовать Хотя вроде давление у него верхнее, нормально Верхнее давление нам вообще о чем говорит? О двух всего вещах С какой силой сердце выбросило кровь И насколько эластичны верхние То есть самые большие сосуды Все, вот у нас два параметра всего И если нижнее давление нормальное, слава богу Сердце в среднем сокращается раз в секунду Должно чуть чаще, чем раз в секунду И сокращается, будь здоровое сердце или больное Одну десятую секунду Любое сердце сокращается одну десятую секунду Соответственно, если оно сокращается в среднем раз в секунду Соответственно, 0,9 секунду оно должно отдыхать почему это важно почему я на этом заостряю внимание это я еще три я как бы про продукт сейчас мало говорю просто для понимания вы сами потом найдете продукты которые влияют на каждый из этих звеньев которыми я сегодня буду говорить смотрите получается что сердце как любая мышца во время сокращения питаться не может почему потому что любая мышца скелетная будто или сердечно во время сокращения создает такое давление внутри что кровь туда двигаться не может она выше артериального давления давление мышцы именно поэтому когда мы работаем мышцами интенсивно они потом начинают болеть почему потому что в безкислородной среде углеводы распадаются не до а тф углекислого газа и воды а до молочной кислоты двух молекул а тф и все и вот это молочная кислота болит поэтому сердце может питаться только когда отдыхает если у человека сердце сокращается допустим 70 раз минуту или 95 или 100 вы понимаете да что сокращается на все равно десятую часть секунды но в два раза чаще чем должно она в два раза меньше отдыхает два раза меньше и чем меньше она отдыхает чем чаще она будет сокращаться возникает патологический круг сердце должно сокращаться мощно и редко у стаеров которые бегают марафон да то есть у них сердце сокращается в среднем 46 48 раз в минуту всего нас например на соревнования не выпускали с частотой стартечное сокращение больше больше выше 52 нельзя я горно туризм занимался до в горы с такой частотой сокращения нельзя не выдержишь то есть твое сердце слишком слабо и тренируйся дальше понятно то есть есть сердце начинают у человека чистить это просто сигнал потому чаще всего ничего не говорю болезни щитовидной железы и так далее но чаще всего самый простой вывод который можно сделать человек раз тренирован у него слабое сердце он его не тренирует не гоняя и наоборот сидит на диване и ждет как нам и пьет таблетки которые снижают его скорость сокращения понимаете чем мы можем усилить сокращение сердечной мышцы давайте нет кроме из наших продуктов сейчас кофермен мегахелл боярышник пептовид и писи немножко другой механизм пчелиная пыльца 2 частично коллоидные минералы продукты которые позволяют сердцу сокращаться в более эффективно соответственно ей ему нет потребность сокращаться очень часто понятные идеи дальше по это я просто чертаешь простые вещи простые мы не вдаемся в болезни не вдаемся говорим по тупо физиологии сердечно-сосудистой системы дальше кровь двигается по сосудам сосуды распадают распадаются на более мелкие 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 чем меньше артерии тем больше в ней мышечные ткани и меньше вот этих эластических компонентов уже нет необходимости уже пульс слабо там нет необходимости демпфером выполнять демпфирующую роль дальше уже артерии просто меняют просвет зависимости от задачи надо больше твои в этой ткани значит расширить надо меньше сузились дальше возникает то есть уже насчет деление приходит артериулу и начинается микрососудистые русла которая начинается чем артериула это самый мелкой артерии в ней есть кучок мышечных волокон которые поперек сосуда располагаются как бы краник он может открыться закрыться дальше идет микрососуды которые имеют просвет по толщине просвет либо равный либо меньше диаметра эритроцита эритроциты могут ходить по микрососудистому руслу только в затылок друг другу они не могут в порядку ручки сходить то есть такие тонкие сосуды и тогда уже кстати говоря включаются совершенно другие механизмы в частности физические принципы движения жидкости потому что наш представляет себе возьмите вот такую трубку и дульте через нее и возьмите такой пучок соломинок и попробуйте через неё продукт даже воздух воздух это другая песня и вода это ньютоновская жидкость а кровь это так называемый не ньютоновская жидкость я щас пышню вот делаешь большинство хозяек делали вот это тесто вот тесто допустим не очень тугое такое если тесто сделать взять пальчиком и потихонечку ему продавить продавливаться легко возьмите то же самое возьмите пальчик попробуйте сделать вот так можно сломать пальчик казалось бы чем разница на самом деле не ньютонов ские жидкости чем им больше жестче гоняешься в неплотнее становится то есть ты спокойно можешь пальцем там хоть что делать с этим тестом но резко не получится кровь это не ньютоновская жидкость такая же как и тесто поэтому она очень ну как бы требовательно опять же вот этим текучим свойств крови вот это сейчас мы поясни что это такое и так дальше поехали смотрите то есть кровь очень спокойно должна пройти через громадное количество микрососудов после этого да то есть она сужает смысле она сливается вся сеть сосуда сливаются в вену где тоже есть фильтр свой тоже краник открыть закрыть и дальше кровь пошла по непосредственно уже по венам теперь давайте думать что мы можем сделать для того чтобы облегчить движение крови по микрососудам они не расширяются микрососуды не расширяются вообще они все имеют постоянную постоянную просвет а мне-то не мышечных элементов ничего разжижать кровь чем аспирин разжижаем кровь мы водой ребят разжижаем кровь мы водой в первую очередь понимаете это опять же входит глобальное противоречие с теми рекомендациями которые дают фармакология не пейте воду пейте аспирин и все у вас будет хорошо а если начнете пить воду и не пить аспирин то попадете с инфарктом миокарда так говорят точнее они про воду вообще не говорят чаще всего говорят в основу про аспирин аспирин вообще жир смысле что делает аспирин в крови он ее разжижает сварили вы густой кисель вы туда аспирин будете добавлять или воду а чего судя по фармакологии должны аспирин аспирин занимается тем что блокирует свертывающую систему крови кровь просто тупо не сворачивается но густая кровь обладает еще большими свойствами своей вот не гитоновской жидкости чем жидкая понимаете то есть она становится плотнее и чем жестче мы ее гоняем из давления повышается когда да то же самое что пальчиком резко в тесто знаете и чем гуще это тесто тем жестче ну как бы чем сложнее и протолкнуть через микрососуды поэтому первое что вы должны сделать вы должны обеспечить воду это первое второй момент мы опять же должны контролировать те же системы свертывания а качество мембран самих эритроциты самих эритроцитов качестве мембран имеет большое значение почему потому что в норме они должны иметь заряд одинаковый допустим все отрицательные для чего для того чтобы они не склеивались это все имеют отрицательный заряд они все друг от друга как вы понимаете электростатически отталкиваются такая кровь не свернется там где не надо что нам обеспечивает опять же текущее свойство крови наши продукты какие это чеснок через чеснок петрушка все наши мембраны протекторы омега-3 первое место лицетин второе место смарт-мил кстати говоря который обладает и витаминами омега-3 и белками антиоксиданты которые позволяют мембрану защитить любые гриппайн собственно антиоксидант защитная формула витамин е с витамином c мегахил содержащие антиоксиданты то есть это вещи которые позволяют задерживать мембраны потенциал грамотно отталкивать эритроциты друг от друга и держать мембрану в целости плюс вода это обеспечивает кровоток микроциркуляторный если кровь становится густой то возникает интересная хитрая ситуация дело в том что вот я говорил с фильтр здесь на входе на выходе да еще не сказал есть еще такой у нас сосудик который соединяет артериулы с венулой перебрасывая через микрососудистого русскую кровь если про становится настолько тугой что через микрососуды она не проталкивается организм перебрасывает ее через этот мостик причем напоминаю артериулы венулярный аностомоз называется врачи наверняка есть вот и что получается получается что то зона которая раньше кровоснабжала здесь она подвергается рубцева не это называется склероз естественно склероз возникает в основном в тех тканях гросс это никакое отношение к памяти так слова не имеет склероз это перерождение какой-то ткани в рубцовую вот вы пальчик порезали у вас пальчик зажил рубчик появился так склероз кожи понятно что пуске роз вопрос другого вопрос в том что перерождение ткани в рубцовую возникает в первую очередь в тех тканях которые больше всего зависимы от эффективного кровообращения мозг сетчатка сердце знаете которые быстрее всего живут почки почки которая в сутки производит 200 литров первичной мочи 200 литров и потом ее назад всасывает то есть 4 200 фильт отфильтровать вместе назад всасать это какая интенсивность микроциркуляция должна есть протяженность сосудов почек 100 километров 100 километров понятно да дальше дальше кровь поехала ну как бы уже веду и вены вена сосуд тонкости нет смысла как бы делать толстый сосуд причем потому что давление там либо атмосферное либо плюс-минус то есть то сердце вот здесь чуть выше атмосферного на уровне сердце атмосферное выше сердце чуть менее атмосферного давления потому что стекает вниз до получается ведула только из тонкий сосуд если что в нем сильно отличается кто тоже сильно отличается от артерии тем что вели вели есть клапан кровь может двигаться только в сторону сердца назад у нее через клапан и не получается вот у людей у которых есть варикозная болезнь вот это вот колбообразно расширение под под кожей нога это что это расширение вены над клапана лапан то и он естественно его не видно да вот если клапан провалится то значит расширение будет над следующим нижним клапаном если он вывернется в обратную сторону как нас бывает такой проваливается вот второй и следующий момент в отношении вены теперь давайте подумаем как кровь движется по венам за счет чего как вы думаете чего работа а суд не сокращается первое да вот то что говорит давление которое создается на выходе из микрососудистого роста это самый неэффективный способ движения крови по ветру к сожалению но многие люди пользуются в основном только этим способом сейчас объясню человек почему я веду на самом деле кровь возвращается к сердцу должна возвращаться в первую очередь под влиянием нашего второго сердца как ее называют физиологии это наша скелетная мускулатура понимаете мышцы то есть когда человек двигается его мышцы напрягаются расслабляются большинство сосудистонервных пучков располагаются либо в межмышечном либо в подмышечном пространстве между костью и мышцы скелета и соответственно получает в конечности когда когда вы клапана не двигают кровь они не дают двигаться назад клапана не дают двигаться назад клапана не двигают кровь просто когда веду нажимаю на нее нажимаю она может двигаться только в сторону открытых клапанов понимаете движет сердце только смысле движет кровь только движение скелетной мускулатуры с давлением вены а благодаря клапаном она может двигаться только в сторону сердца еще раз повторяю вопрос кто двигает клапан не имеет активных сократительных элементов еще раз повторяю давайте будем быть точными в механике клапан не двигает кровь клапан не дает ей двигаться назад а двигает кровь мышца очень многие люди на сегодняшний день даты живут в состоянии гипотинамии соответственно как бы у них получается включается механизмы которые ну фактически просто ну как бы получается что там это еще кровь может двигаться в основном путем выдавливать ее из микрососудистого роста то есть соответственно получается в микрососудистом русле мы должны создать большее давление чтобы создать большее давление микрососудистом русле мы должны вынуждены создавать большее давление в артериальном русле правда то есть чтобы увеличить давление на выходе надо увеличить давление на входе и люди и повышение давления в данном случае это механизм защиты таким образом организм создает микроциркуляцию и венозный приток назад сердце слава богу что у нас не только этот механизм нас работает механизм присасывающих действий диафрагмент когда мы вдыхаем да у нас возникает вакуум за счет этого присасывается кровь немножко к сердцу немножко присасывается еще один механизм который раз работы слава богу всегда иначе мы просто померли бы это то что на сосудистой нервной пучки созданы таким образом в центре артерия снаружи две-три вены и один как бы нервный ствол когда сердце сокращается пульсовая волна идет и придавливает вены который вокруг находится получается по венам кровь может быть и только к сердцу а артериям идет от сердца и за счет вот этой пульсовой волны идет тоже венозный приток но понятно что человек здоров тогда когда у него работают все физиологические механизмы многие люди смотрите обратить внимание да то есть многие люди получается что они берут повышается давление они начинают лопать таблетки от давления больше ничего не делая результат опять же раз не получается то есть раз давление повышается как вылезет если звезды сжигают значит кому-то нужно раз давление повышается значит организм уже на обычном давлении не может обеспечить кровоток это же все и соответственно если мы ничего не делаем кроме как пьем таблетки от давления соответственно получается что микроциркуляция дальше у нас тоже нарушается и возникает склероз тканей именно поэтому люди которые постоянно пьют только таблетки от давления больше ничего не делают очень быстро выходит на осложнение кардиосклероз тот же самый склероз сосудов головного мозга и так далее именно поэтому следующий момент опять же важный даты имеющие отношение к артериальным а давайте ну это понятно да с оттоком я думаю тоже понятно теперь давайте вот тоже самое распространенное явление партериального давления вот исходя из всего того чтобы в говорили сейчас от чего будет зависеть артериальное давление человека давайте пальцы сгибать от чего не услышал нет от того столько воды пьют напрямую давайте сосуды от силы сердечного сокращения 1 эластичность сосудов 2 от вязкости крови по воды по воде 3 еще чуть-чуть будет сейчас от количества сосудов кстати то о чем мы не говорим есть разница прокачать кровь через 70 килограммов или через 110 сердце это тоже два раза больше не стала этого человека правильно а кровообращение нужно эффективно и адекват соответственно если у человека значительно особенно да и не защитить просто лишний вес то организм естественно первом этапе будет как-то это все дело компенсировать причем кстати говоря самое опасное повышение массы тела у людей которые в юности в молодости были какими а потом резко набрали таких много не горит я там до родов была такая дима . до 70 килограммов вот шучу до 50 до вот а вот тут вот стала не дима вот это опасно почему ну что есть женщины которые приходят такие вот знаете такие народные серьезные женщины они говорят я буду никогда не было и обратить внимание у нее давление как правило близко к нормальным цифрам почему потому что их организм еще с детства адаптировался такому количеству сосудов понимаете сердце адаптирована было то есть все кровообращение просто адаптировала соответственно повышение небольшое в процентном отношении у этих людей как правило значимость двигать подавление не вызывает поэтому а ну и следующий механизм который мы не обсуждали гормональный механизм очень часто встречающийся у женщин то есть из 100 женщин период климакса с повышенным давлением только менее 20 имеют гипертоническую болезнь все остальные имеют смещение артериального давления в результате колебания половых гормонов но лечит их всех гипотензивными препаратами а при чем связи никакой вообще нужно просто заниматься коррекцией гормонального фона и все и на этом все больше ничего не надо делать все стабилизируется само собой мало того этих женщин как правило этот период время идет набор вес который опять же провоцирует артериальное давление причинно-следственной связи понимаете важно их понимать своей собственной голове вот стресс здесь в основном по поводу давления это в основном мужчины по поводу стресса особенно мужчины типа доминантного самца то есть ну это как правило мышечный тип такой лысый тут волосатый здесь немногословный начальник вот это классический тип доминантного мужчины альфа самца вот с классическими заболеваниями она и животик такой такая классика вот то есть это мужчина который свои эмоции подавляет постоянно испытывает их много вот реализует их путем двумя путями как правило самый распространенный алкоголь менее распространенные тоже алкоголь мужские компании до мужские компании ну скажем так тоже с какими-то агрессивными видами деятельности охота рыбалка гараж раньше вот ну скажем так в такой ситуации ну такие такие доминанты мужчины как правило то первого или второго инфаркта на любые ну скажем так крики о помощи своих родственников внимание не обращаю многие из них до этих криков к сожалению не доживают потому что к сожалению они мало восприимчивают внешним каким-то ну каким-то внешним увещеванием да потому что у доминантного самца как и у доминантной женщины есть мнение мое и неправильно вот то есть соответственно убедить в чем-то бывает крайне сложно и и и к сожалению опять же часто они погибают до того да то есть это убеждение пройдет либо второй вариант они как бы попадают на какой-то серьезный инфаркт инсульт там и так далее да вот и потом становятся ипохондриками а и закалила под пятки заколола все это к смерти вот и выносят мозг тогда и становится очень разговорчиво с этого момента вот очень чувствительны ко всем своим нюансам это просто из опыта ребят да то есть просто из опыта потому что мужская часть категория моих пациентов их немного они делятся на несколько всего как бы таких типов то есть самая распространенная категория мужчин которые ко мне приходят то есть это категория такая мужчина который вся семья коленями запихала ко мне на прием вот просто вот за пеналов туда вот это сама распространенная категория мужчин который приходит на консультацию потому что он уже достал всех своими болезнями и там и так далее вот следующее и кстати говоря это самый такой нормальный но не может не самый нормальный но более-менее нормальная категория с ними принципе при желании всех родственников из кабинета вытолкнут в принципе с ними потом можно договориться нормально так как мужчина с мужчиной вот следующая категория самая стрёмная это и поход реки вот эти сам вот такие все боюсь что-нибудь произойдет отдайте мне расскажите мне ну и так далее то есть и может по полтора часа времени просто рассказывать о том каким тут зачесалось или там за вот следующая категория ну уже слава богу увеличивающий в объеме в процентном отношении это это осознанные мужчины как правило это молодые ребята в возрасте между 20 и 40 и 40 годами в общем-то грамотно знающие как по своем здоровье о факторах которые управляют здоровьем да то есть не больные которые приходят просто за рекомендациями чтобы не заболеть на вопрос что вас беспокоит говорят ничего хотелось чтобы и дальше не беспокоил такая категория сейчас в последнее время встречается все чаще и чаще слава богу вот но в основном вот но в основном вот мужчина делится на моим пациентом мужчина в основном на эти три категории вот смотрите еще раз стресса ну как вам теперь давайте вот про артериальное давление возвращаемся заканчиваем уже эту тему сегодня я думаю этого достаточно будет информации там потом переживете да смотрите соответственно чтобы иметь нормальное давление надо иметь первое эффективно сокращающие сердце и отдыхающие нужное количество для этого нам нужно самому взяться за себя его начать тренировать есть масса кардио тренировочных упражнений начиная с быстрой ходьбы классика жанра быстро ходьба и так к слову это не с подругой собачки прогуляться быстрая ходьба это скорость ходьбы когда вы не можете разговаривать с рядом идущим вами человеком у вас не хватит дыхание вот это называется быстрая ходьба это и есть кардио тренировка а вот это вот это прогулка с собачкой это другая тема никакого отношения к сердцу не имеющий вообще вот сон сейчас в части просто работа правильной нервной системы скорее смотрите значит дальше следующий момент вот такие технических сердце сокращается достаточно ну не часто вот и мощь второй момент мы должны обеспечить текучесть крови эластичности сосудов если они уже нет она уже назад не вернется имеется крупные сосуды то есть если у человека уже там допустим 150 на 85 то не надо бороться с этим 150 не на это не смысла в этом особого нет вот мы имеют возрастом 60 65 70 не надо этого делать потому что на плотность она если она создалась она создала все там рубец и ничего страшно в этом нету сам надо понять что ничего страшного в этом совершенно нет вот дальше текучесть крови мы обеспечим уже сказали водой мы обеспечиваем нашими продуктами которые мембрана протекторы есть те же самые коллоидные минералы антиоксиданты но то что мы обсуждали да если обеспечивать текучесть крови полноцем дальше обеспечиваем полноценный венозный отток за счет физической культуры опять же в той же кардио тренировки допустим а то есть занимаемся коррекции массы тела если в этом есть необходимость есть на то программы школы правильного питания это все есть то есть все это пожалуйста берите в руки и вперед я это чему все вот рассказывал смотрите обратить внимание что я не рассказываю что пить пейте подписи по 2 капсулы 6 раз в день у вас все будет хорошо понимаете вопрос не в этом да это классный продукт классный продукт который обеспечивает очень то есть делает для сосудов очень тонкую вещь у нас сосуде есть специальная фермент который производит окись азота который занимается регуляцией тонуса микрососудов и писи один из немногих вообще продуктов которая позволяет контролировать работу этого фермента это к слову да но если вы не измените образ жизни вообще подходы и понимания правильной работы автоматически этой системы то эффективность методик будет ниже понимаете очень вопрос если вы не понимаете зачем этот продукт у вас меньше шансов его выбрать в каталоге когда меньше шансов данном случае у вас уже эти шансы появляются вы уже понимаете для чего они нужны вот дальше если это женщина в менопаузе либо в климаксе коррекция гормонального форума если это человек в стрессовом таком дистрессовом состоянии группа продуктов из из нейропротекторов у нас много и щепи восьмерка пятерка лицетин то есть внутри к вам у вас есть у нас сожалению нет его то есть это продукты которые позволяют не столько даже где-то успокоить яркую систему сколько ее укрепить и того чтобы она обладала больше больше стрессов устойчивость потому что жить без стресса ну это не знаю полиэтиленом черном пакете на это закрытыми ушами и глазами не получится когда это дает рекомендацию меньше стрессируется никогда не знаю как выполнять такие рекомендации или когда тебя колерки избегайте аллергенов я не знаю я вот не знаю реально вот они говорят я не знаю потому что пусть у многих людей аллергия домашнюю пыль вот как выполнить эту рекомендацию жить не дома в другом доме тоже были туда понятная идея то есть вот вот и все в принципе то есть если мы укрепили сердце укрепили сердце сделали жидкой кровь обеспечили полноценный венозный отток да вот защитили мембраны теми самыми нашими продуктами то есть сердечно-сосудистая система будет работать максимально правильно и эффективно чего всем вам желаю и желаю сейчас как бы чтобы эффективно поработал ваша желудочно-кишечный